Классные часы на тему, как я провел зимние каникулы, отличное начало новой четверти. Каждому хочется поделиться своей неповторимой историей о зимнем отдыхе. Классному часу ребята готовились заранее, принесли фотографии, подготовили интересные презентации и рассказы. Ученики четвертых классов продолжают работу над проектом простые механизмы. Тема января. Колесо и блок. Разбирались почему и в каких случаях колесо является простым механизмом. Решали логические задачи. Работали с WordSearch. Слушали видеорассказ Архимеда о роли колеса в строительстве Сиракуз. Проект осуществляется на платформе и в активном сотрудничестве с компанией Inventic. Планируется проведение шести уроков, а в завершении конференция, где ребята не только расскажут об использовании простых механизмов в древности и в настоящее время, но и продемонстрируют сконструированные машины. В январе в школе прошла серия литературных гостиных. 12 января в четвертых классах говорили о философской сказке бельгийского писателя Мариса Меттерлинка «Синяя птица». Литературная гостиная была посвящена 160-летию со дня рождения писателя. Ребята отметили, что это как будто сказка для взрослых. Она наводит на серьезные размышления о поисках счастья. На уроке читали свои отзывы, спорили о том, какой из героев отрицательный, а какой положительный. Оказалось, что отрицательный герой может совершать добрые поступки. И наоборот. В завершении придумывали загадки о персонажах сказки. В царстве ночи живет, на свет если выйдет, умрет. Маленький, но шустрый. Единственный, кто выбежит. Безобидная болезнь. Ее и вылечить не так уже и сложно. Кто же это? Хитровато, плутовато, всех обманывать готово. Хоть красиво и пушисто, обхитрить старается снова. 27 января для учеников начальной школы прошла литературная гостиная «Страна чудес» Льюиса Кэрролла, посвященная 190-летию со дня рождения писателя. Познакомились с интересными фактами из биографии Кэрролла, узнали историю написания книг об Алисе, вспомнили героев сказки приключений «Алиса в стране чудес» и нарисовали их. В январе второклассники работали над созданием школьного музея Марса в рамках Science Club. Открытие музея в кабинете номер 47 планируется в мае. «Есть замочная скважина, вы подсматриваете и прямо смотрите, что там на Марсе происходит». А пока изучаем рельеф, рисуем карту, создаем модели гор Олимп, Арсия, Аскрийская, придумываем дизайн билетов, флайеров, пишем истории, сочиняем легенды. «Жил блока Павлин. Он был красный и летал по шесть кругов вокруг Земли каждый день. Один раз он уронил свое перо прямо на Марсе. И так появилась гора Павлин». В музее будет два главных раздела – «Марс глазами ученых» и «Марс глазами детей». Каждую неделю наполняем музей экспонатами. И даже думаем о введении нового предмета в школе – «Ареография», а от греческого «Арес» – «Марс», изучающего рельеф Марса. 29 января состоялась зум-встреча с выпускником 2007 года Ярославом Федосеевым. Сегодня Ярослав – независимый пиар-консультант, специалист по коммуникациям технологических стартапов, эксперт фонда «Сколково». Говорили о пиар, об истории возникновения профессии, особенностях работы пиарщика в современном мире, теория диффузии инноваций, инновационный триггер. Отличные встречи, энергии и харизмы Ярослава великолепно транслировались даже через Zoom. Мы живем в то время, когда для пиарщика это просто непаханное поле применения его навыков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok